В Первоуральске приступили к облагораживанию газонов. За теплые дни трава успела превысить положенный по регламенту 10 сантиметров. Это значит, пора подключать электрокосилки. А вот что произойдет с аллеями и скверами города после уборки сорняков, расскажут наши корреспонденты. Долой одуванчики и лопухи. Основное внимание косари уделяют городским газонам, аллеям, паркам и скверам. Прохожие положительно оценивают работу коммунальщиков. Ведь, по мнению горожан, многие травы могут провоцировать аллергию. Да и вид английского газона намного эстетичней. Стало нагляднее смотреться, по скверам ходить. Вот эти одуванчики уже надоели. Конечно. Разносятся, а как бы их уничтожать? Конечно, травой обязательно надо. Мусор убирают постоянно, чище стало. Работники с электрокосилками трудятся в ежедневном режиме. За лето каждый участок косари проходят не меньше четырех раз. Уже с понедельника косили улицу Ватутина, от площади до Володарского, в обе стороны, аллею. Вот сейчас приступили к поспехничаю аллею. В дальнейшем, конечно, будут высаживаться цветы. Там уже будут спальни-катарки. Это другие, кто выиграл посадку цитюков. У них будет уход. Будет посадка, полив, прополка, рыхление. На аллеях и центральных улицах города к высадке цветов приступят с 5 июня, когда уже точно не предвидится ночных заморозков. Клумбы заиграют новыми красками благодаря цинерариям, бархатцам, а также ампельным питуньям. Будет благоустроено вертикальное озеленение в виде кашпо, которое расположено уже сейчас на наших ограждениях. А также будет обустроено вертикальное озеленение для круглых кул. В рамках озеленения города специалисты вскоре приступят и к стрижке кустарников. Их кроном придадут привычную округлую форму. Кусты вдоль дорог подстригут в виде живой изгороди, чтобы защитить гуляющих горожан от пыли и шума машин. Татьяна Резидент, Елена Беляева, Денис Храмцов. Хроника дня.